Прогулки по марсианской пустыне в Петербурге. К фестивалю фантастики, кино и науки Старкон, который откроется в ближайшие дни в экспофоруме, готовят настоящий марсоход. Космическую технику протестировал мой коллега Николай Корнеев. Во-первых, хочу познакомить вас с Мариной Волковой. Это член Федерации космонавтики России. А вот это вот наш друг, марсоход 96. Так, внимание, я его запускаю. Ну, соответственно, он может еще поворачивать направо и налево. Небольшое отступление. Во-первых, это прототип марсохода 96. Оригинал должен был полететь на Марс по специальной программе. Но тогда программу отменили, и прототип достался Федерации космонавтики России. Собственно, 20 лет он путешествовал по выставкам. Можно сказать, в таком статичном состоянии. Ну, буквально месяц назад его молодые члены Федерации космонавтики вместе со специалистами НИИ «Трансмаш» реанимировали. Итак, Марина, ну, я хочу передать тебе слово. Давай поговорим об особенностях. Во-первых, колеса из чего сделаны? Колеса сделаны из титана. Их необычная конусовидная форма помогает лучше сцепляться с марсианским грунтом. И если какое-то препятствие будет в виде камней, титановые грунтозацепы, которые расположены вдоль каждого колеса, помогут справиться с этим препятствием. Так, давай еще раз покажем скорость у него. Оп, поехали, поехали, поехали. Скорость у него небольшая, можно повернуть направо. Оп. Как происходит управление? Ну, я понимаю, конечно, с помощью антенки, а вот эта спутниковая тарелка, она для чего? Спутниковая тарелка была необходима на оригинальном марсокоде, чтобы получать данные со спутника Марса, Земли. И здесь она просто представлена как прототип для данного экспоната. Хорошо. Ты сказала, что он может передвигаться, можно сказать, по любым поверхностям, да? А с помощью чего? То есть у него какая-то гибкая система, может, мы можем продемонстрировать? Да, конечно, можем продемонстрировать. Так. Здесь имеются два балансира, которые позволяют сгибать оси. Давайте покажем. Три оси, независимо друг от друга. И плюс в каждом колесе находится двигатель. Дальше. Это очень удобно для транспортирования марсохода, для вывода его на орбиту. Ну, мне кажется, это такая приветственная позиция, то есть он может помахать своей лапкой. Данный марсоход, мы уже дали прототип марсохода, мы проверяли, берет подъемы в 30 градусов. 30 градусов. 30 градусов и преодолевает вулканические породы вот примерно такого размера. Это уже было испытано на прошлой неделе. Хорошо, ну мне хочется, чтобы он еще немножко побыл в движении. Давайте обратно. И оп, пустим. Кстати, я хочу сказать, что на самом деле не такой уж он тяжелый, в общем-то легкий и такая гибкая конструкция. Ну, немножко порули, давай покажем. Вот, конечно, кризис колес, это в прямом смысле про марсоход 96. Мне такой вопрос интересует. Хорошо, ладно, на Марсе его нужно использовать. А на Земле есть практическое применение вот этой чудо-машины? На Земле, безусловно, есть, например, в чрезвычайных ситуациях. Так как все космические аппараты делаются с хорошей радиационной защитой, то в том числе при аварии на Чернобыльской ЧАЭС в НИИ Трансмаш разрабатывали свои аппараты для ликвидации впоследствии. Так что в МЧС они, естественно, могут использоваться. Прекрасно, прекрасно. Друзья, я хочу вам напомнить, что это эксклюзив, потому что до этого 20 лет марсоход не двигался абсолютно, и сейчас он, наконец-то, в движении. Сейчас вы его покажете на Старконе. Что смогут люди с ним сделать? Ну, если люди докажут, что они действительно фанаты космоса, а Федерация космонавтики на Старконе будет проводить свой мини-квест, то, конечно, предоставим порулить марсоходом. Друзья, поэтому обязательно приходите на Старкон. Я думаю, что там будет помещение побольше, да, и, соответственно, скрежет колес вам слух не повредит. Николай Корнеев, Владимир Лыков, Life78.